Власти Украины в угоду, скажем, желаниям таких олигархов, как Ахметов и некоторых чинов из ЕС, которые обещают помощь денежную Украине, готовы закрыть все АЭС Украины и заменить атомную энергетику Украины, которая занимает очень значительную часть в общем энергопотоке, угольными ТЭЦ. Причем здесь наблюдается стремление и тут, как обычно в Украине, кафёре. Скажем, атомные станции будут закрыты, на их место будут построены ТЭЦ, что само по себе очень-очень дорого стоит. И в то же время снабжение их углем будет производиться не из дешевых стран, таких по углю, как Россия, Казахстан, а будет якобы завозиться пенсильвальский уголь. То есть уголь будет завозиться из донецких шахт, а выдаваться за пенсильванский. То есть стоимость электроэнергии будет достаточно большой. Это из открытых источников. То есть об этом пишут многие блогеры, что вы можете проверить в интернете. К сожалению, такая замена чревата тем, что экология будет ухудшаться катастрофически, так как выбросы от угольных ТЭЦ, они в десятки раз больше, хуже и опаснее, чем, например, от газовых ТЭЦ. Но российским газом пользоваться не хотят, а хотят пользоваться своим углем, якобы своим углем. И если сейчас сохранять с другой стороны АЭС, то многие требуют из них определенного капитального ремонта. Значит, Россия, конечно, не раз предлагала, Росатом предлагал свою помощь в восстановлении этих станций, модернизации, так как на многих уже чуть ли не ежегодно происходят серьезные аварии. Давайте возьмем Запорожскую и другие станции, где только по официальным источникам было несколько серьезных аварий. То есть тут требуется помощь Росатома в полном восстановлении и модернизации этих станций. Тем более, Росатом за последние 10 лет разработал технологии улучшения, увеличения экономичности этих станций путем перевода на чуть более обогащенный уран с 1,8% до 2,4%. И предлагал не раз это украинской стороне, причем на очень льготных условиях. Ну, естественно, украинская сторона, как мне явствует, особенно при Порошенко, да и при Януковиче не особенно отзывалась. Хотели, при Януковиче они требовали, чтобы россияне сделали все бесплатно. А при Порошенко вообще заявили, что им не хочется иметь дело с Россией ни в каком ракурсе. Соответственно, замена АЭС в Украине, где своего угля уже недостаточно много, и он достаточно дорогостоящ, хотя по качеству это зачастую коксующиеся угли, они представляют определенную ценность для металлургии, несмотря на свою высокую стоимость. Почему? Потому что для ТЭЦ ранее всегда применялись угли типа антрацитов и других. Ну, например, Китай. Но Китай сейчас сворачивает угольную энергетику и будет переводить это все на газ и те же самые атомные станции. Там ведутся очень большие работы в этом плане. А Украина, в отличие от всего мира, хочет снова перейти на угольные ТЭЦ. А вообще известно, что угольные ТЭЦ обладают одним очень значительным недостатком. Для очистки темовых газов этих ТЭЦ требуются по современным технологиям очень дорогостоящие фильтры. Стоимость таких фильтров зачастую соотносима, например, со стоимостью своего энергетического блока. Ведь всем понятно, что в Украине не собираются ни покупать, ни производить, ни проектировать, ни исследовать эти новейшие фильтры, которые, скажем, хотя бы начинают применяться в той же Германии, начинают применяться в Китае, в России. Так что канцерогенная пыль, угольная, она опаснее газовой и любой атомной энергетики в сотни раз. Ну, просто увеличит процент онкобольных в Украине. И приведет к удорожанию стоимости энергии, в первую очередь, для населения. Так как примеры, например, таких передовых стран, как Франция, Япония, говорят о том, что эти страны, несмотря на все особенности и природные катастрофы, например, Япония, не собирается отказываться от атомной энергетики, только ее модернизирует, улучшает и делает все, чтобы это было как можно надежнее. Ну, а такая страна, как Франция, где, слава богу, землетрясений практически нет, там более 70% энергии производится на АЭС. И Франция собирается это дело, даже несмотря на мнение чиновников ЕС, расширять и производит наиболее экономически обоснованные и надежные реактора в мире. И соперник, ну, первый соперник номер один Росатома. Атомные станции, которые сейчас в настоящее время продолжают работать в Украине, Ровенская, Южноукраинская и другие, они, грубо говоря, могут проработать еще, наверное, с десяток лет. Почему? Потому что советское оборудование было одно, оно не было самым таким изощренным, хорошим, но оно было надежным, оно было крепко сделано. Но все равно при всем при этом аварии, особенно при наличии человеческого фактора, который на Украине тоже никогда не принимается во внимание, ну, например, в настоящее время, если судить по внешним источникам телевидения, интернет, большая часть опытных командиров этих станций, начальников и прочих технологов отправлены на пенсию, уволены, а на их место появились люди, которые имеют очень маленькое отношение к атомной промышленности, к атомным станциям и к ядерной физике. Объяснение этому только одно, что дал это Грибоедов, ну, как мне породить родному человечку. Старая гвардия, это люди, как правило, правильные, идейные, закаленные, которым было за, вот, бывший директор и Чернобыльской, и других, за державу обидно, они говорили чиновникам из украинского министерства, когда хотели заменить твелы российской сборки американскими, что те сошли с ума. Почему? Потому что допуски и посадки ядерного горючего, они настолько велики, что заменить даже похожими твелами российские на американские нельзя этого делать. А чиновникам все равно. Почему? Потому что они пропитаны, с одной стороны, определенной патологической ненавистью к России, а со второй, они надеются на откаты американских фирм, которым наплевать, что будет на Украине с атомной энергетикой. Совершенно плевать. Им бы сбывать свое и забрать рынок. И, к сожалению, эти люди протестовали, да и протестуют сейчас и выступают открыто, что стареющие станции требуют очень тщательного подхода, и в том числе человеческого фактора, с применением опытнейших, как говорится, командиров этих производств, чтобы избежать будущих аварий. Почему? Потому что любой несведущий человек может усугубить работу стареющего оборудования. Это же закон. Так как возьмите даже любую машину, пока на ней свой хозяин ездит, она как-то ездит. Как только она попадает в чужие руки, случается все, что угодно. А это все-таки атомная станция. Это не легковой автомобиль, который заглохнет на дороге. Как правило, все, что на Украине не делается, за это никто не отвечает. А эти люди, которым будет нравиться только руководить, получать большие зарплаты, получать откаты, и если что случится, будет страдать просто население. Ну, представим себе, вот было несколько аварий, я был при этом в Запорожье в это время. Если случилось на Запорожской АЭС, то чудом не пострадал город. Кстати, на Запорожской АЭС инциденты случались практически чуть не каждый месяц мелкие. А молодежь, которая не имеет соответствующего опыта, а руководить стареющей станцией, на которой изнашивается оборудование, и которая может проработать 10 лет, но только в руках очень опытного человека, который исключит человеческий фактор из возможной аварии последующей. А аварии АЭС, как вы знаете, это страшно. У Украины есть один путь только. Станции АЭС, все российского производства. И сотрудничать здесь надо только с Россией. Тем более, Россия предлагает льготные условия во всём. От подачи ядерного топлива нового до забора отработанных ТВЭЛов. В России сделаны громадные предприятия по использованию этих отработанных ТВЭЛов. Например, горно-обогатительный комбинат в Краснодарском крае, челябинские предприятия, которые готовы сотрудничать с украинской стороной и делать всё возможное. А, с одной стороны, то, что делается на Западе, в ЕС, оно стоит, как правило, базнословных денег. А во-вторых, там совершенно другой подход к постановке этих станций. И там совершенно другие условия. А ЕСовцы, да и американцы, никогда ничего даром не сделают ни для кого. Они хотят только одного. Выгоды, выгоды и ещё раз выгоды. А что будет с Украиной? Им совершенно наплевать. Субтитры создавал DimaTorzok